В Аше наблюдается рост количества тяжелых форм гриппа у детей. Последние две недели Вожская областная детская больница работает в усиленном режиме. В палатах не хватает мест, чтобы разместить всех пациентов. Как медики справляются с потоком больных, узнавала наша съемочная группа. Палаты отделения пульмонологии переполнены уже две недели, а в коридорах постоянно ждут в своей очереди новые пациенты. Я с ребенка приехала из Науката. Мы сначала лечились в своей больнице, потом врачи направили нас в Вожскую областную. Здесь нет свободных мест. Врач сказал, что нам дадут раскладную кровать. Чтобы разместить всех детей, остро нуждающихся в стационарном лечении, в больнице выделили 73 дополнительных койко-места. Маленьких пациентов приходится размещать в игровой комнате. У внучки два дня была высокая температура. На третий день мы приехали сюда. Здесь для нас не оказалось свободных мест. Врачи сказали, что внучке нужно пройти стационарное лечение. И нам дали этот диван. Зато я уже спокойнее. Ребенок под присмотром врачей и чувствует себя лучше. 1 января в Вожскую областную детскую больницу обратились более 2000 человек с симптомами гриппа. Из них 900 детей были госпитализированы. Этот показатель превышает данные за прошлый год в три раза. При таком потоке пациентов медикам пришлось перестроить свой режим работы. Создана дополнительная смена, усилен приемный покой, а также увеличено количество медсестер ночной смены. Так как в основном больные в тяжелом состоянии поступают в ночное время. Для медиков очень важно обезопасить себя. У нас все сейчас работает в усиленном режиме. Обязательное требование – носить маску. Приказом руководства все сотрудники, тесно работающие с крепозными больными, прошли специальную вакцинацию. Врачи объясняют подобное явление стабильно теплой погодой. Высокая температура является благоприятным условием для распространения инфекции. Родителям необходимо внимательнее относиться к состоянию ребенка. Зачастую привозят детей уже запущенной формой гриппа. Это может привести к осложнениям на легких и других органах. Поэтому как только появились симптомы, такие как высокая температура, головная боль, следует обратиться за консультацией врачей. Ульская областная детская больница рассчитана на 535 мест. На сегодняшний день здесь на стационарном лечении находятся 611 детей. Гульбара Кенжеева, Регина И, Макжол Айбашев, Общественный Первый канал, ОШ.